Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский От Харбина до Ляуяна 8 июня Громадное большинство раненых солдат вполне сознают значение гуманных пуль японцев, но встречаются и исключения. Доктора рассказывали мне, что попадаются солдатики, которые мечтают о напильниках, чтобы подпиливать пули и усиливать таким образом их силу. В общем, это явление исключительное. Желание людей исключительно невежественных, неграмотных. Они ссылаются на солдат из какого-то вольного отряда, только бы начальство не узнало. Пишу об этом не для того, чтобы передавать сплетни, а чтобы предупредить самое начальство для борьбы путем увещаний со злом. Начальство и духовенство. Сегодня мы едем дальше. Монгольские земли позади. Следовало бы в удобное время помочь монголам создать самостоятельное государство, выговорив за это свободную колонизацию их пустующих земель русскими всех национальностей путем вольной покупки земель, минеральных богатств. С такой же свободой этих колоний, какой пользовался Харбин при своем устройстве. Как ярко бы вспыхнула здесь жизнь. Прекрасная почва, содовые озера, залежи охры, каменного угля. На станции Джалай-Нур уже разрабатываются железной дорогой каменно-угольные копии. По всей линии в четырех местах уже идет такая разработка. Есть уголь выше японского. В ближайшем будущем будет вырабатываться 24 миллиона пудов в год. Дорога снабдит и себя, и флот. Чем больше вникаешь, тем больше удивляешься разнообразной деятельности железнодорожной администрации здесь. Вот уж пионеры цивилизации. Да это целое государство. Начальник дороги – глава государства. Вряд ли что-нибудь другое можно было бы и создать, раз Маньчжурия со своим Мукленом, та же наша Москва, принадлежит другому государству. Для жителей этого государства постановления нашего правительства будут и непонятны, и незаконны. И, напротив, вполне понятны и законны права хозяина предприятия и вытекающие отсюда полномочия приказчиков этого предприятия на полосе отчуждения, по размерам своим составляющей государство больше, чем, например, Бельгия. В интересах успешной колонизации края я не вижу ничего в этом дурного. Вольные казаки да беглые крепостные люди создали нам Новороссию и все побережье Черного моря. Вольный Ермак подарил нам Сибирь, и не надо стесенять и забывать этих наших основных исторических традиций вольных поселений. С нами в поезде едет сегодня из России очень интересный человек – инженер Николай Александрович Демчинский. Он едет корреспондентом от биржевых ведомостей на прекрасных условиях. «Раньше мне никогда не приходилось встречаться с Николаем Александровичем. Это под машинку остриженный, плотный, 53-х лет человек с небольшой уже белой бородкой. Первое впечатление – какой-то серый налет старика. Впечатление это, впрочем, быстро уступает другому. Из этого серого тумана ярко выступает вполне сохранившееся лицо, глаза, мозг, чувство человека, живущего, волнующегося, отзывчивого. Для таких старости нет, и предельный возраст, до которого они достигают в жизни – молодость, вечная молодость, чувство и полная зрелость ума. Может быть, геморроидальный чиновник и станет отвергать эту зрелость ума. Но ведь и за таким чиновником, может быть, не все признают его даже и внушенной канцелярией ум. Сколько учился этот человек? Два факультета – математический и юридический. И институт путей сообщения. После этого поступил в Горный, прошел три курса, но помешала Турецкая война 1877 года. Прошел бухгалтерские курсы, основательно изучил сельское хозяйство, создал новую метеорологическую систему, в которую верит и которую разрабатывает, и для средств, в которые теперь едет корреспондентом. Тут и сын его – астроном, такой же талантливый и увлекающийся, как и отец. Я смотрю на Николая Александровича, слушаю его живую речь и думаю, отчего в нашем обществе такое раздражение, такая нетерпимость ко всему выдающемуся. Демчинский, ха-ха, Демчинский. И чем бездарнее человек, тем веселее смеется. А умрет Демчинский, и вдруг окажется, что это была сила и, может быть, большая сила. Тогда воздадут должное. Хотя от этого должного человеку ни тепло, ни холодно. Получив усиленную порцию клеветы и злобы, он не услышит доброго слова благодарности. Обижаются на него, что он не хочет думать и действовать под точным и строгим прописям того или другого шаблона. Но любой шаблон не вместит в себя жизни. А Николай Александрович – человек этой жизни, прежде всего. И в отношении таких людей необходимо помнить поговорку «не всякая лыка в строку». А при такой поправке Николай Александрович, человек, безусловно, культурный и как общественный деятель, заслуживает всяческого уважения. «Откровенно говоря, не спеша, рассказывает Николай Александрович, сидя в одном из кресел вагона фонаря, Я, при всем уважении к японской культуре, замечаю совершенное отсутствие размаха, ширины выполнения. Сами они хвалились, что знали нашу неподготовленность. Хвалились удивить мир разоблачением, насколько мы не готовы. И действительно знали. Благодаря четвертому измерению, как называют всех японцев и китайцев в роли прачек, поваров, мастеровых, парикмахеров и прочих, им действительно всегда все двери были открыты. И в результате что ж? Четыре месяца покушений с негодными средствами. Даже Тюринченский бой. Что это за победа, когда потери их вдвое больше? Порт Артур 27 января могли взорвать весь флот, а вместо этого три дырки уже починенных. Да и возьмут ли теперь порт Артур? Торопились с войной. Пешком для чего-то проходили всю Корею. Войска вымучили. А за четыре месяца от Ялу никуда не ушли. Какой-то громадный дефект в мобилизации. Какая-то помощь в выполнении каждого плана. Хоть бы брандеры. Дали время собрать армию. Несомненно, дадут возможности удвоить ее. А если еще затянутся вглубь Маньчжурии, то повторят историю Наполеона, когда тот перешел Березину с шестюстями тысяч штыков. А через два месяца и шесть дней под Бородины мог выставить только 120 тысяч. Что-то ограниченное и ученическое. Эти атаки густыми колоннами. Мы постоянно встречаем поезда со свежеранеными под Гайчжоу. Их пришло уже около трех тысяч. Некоторые раненые подтверждают, что японские солдаты прикалывали наших раненых. А злились. И наши казаки другой раз. Тут как пойдет. И себя не помнишь, что и делаешь. Всякий народ попадается. Из санитарных поездов шесть здешней дороги, приспособленные в начале января. Койки на канатах, вроде люлек, подвешены в товарных вагонах. Раненые говорят, что не трясет. Общий вид раненых, смотрящих в окна, бодрый, веселый. И не будь красных крестов на вагонах, да не будь они все в халатах, трудно было бы и признать их за раненых. — Куда ранены? — спрашиваю стоящего на площадке молодого солдата. — В грудь на вылет. — Когда? — Четыре дня тому назад. — Кровью кашляли? — Так что в первый день только. — А вы? — обращаюсь я к другому стоящему рядом с головой обмотанной марлей. — В висок. — Пробила кость? — Пробила, так точно. — Насквозь? — Так точно, насквозь. Пуля тут вылетела, скользнула под глазом и вышла в другую щеку. — И уже ходите? — Как видите. — А вылечитесь? Домой поедете? — Никак нет. Назад, в часть свою. — Страшно? — Ничего не страшно. — Победим японцев. — Где ж ему против нас? Куражится с горяча до времени. Солдат весело щурится. — Крепко бить будем. Только дал бы Бог поспеть вовремя. Я прислушиваюсь. Нет ли хвостливых нот? — Нет. И все их ответы, все разговоры таковы. Все время мы объезжаем 10-й корпус. Прошли Пензенский и Тамбовский полки. Идет Сенский, за ними Брянский, Орловский. Все это полки с большим прошлым. Полковой командир Севского с этим же полком был и на шибке. Другой офицер, подполковник, тоже в этом же полку был на шибке. То ли жара, то ли сознание, что через 2-3 дня уже выступят они в бой. Но лица солдат невеселые. Большинство — молодежь. Эти не так на одно лицо, как казаки. Встречаются и очень интеллигентные лица. Полковник Хорват рассказывает про убитого командира 11-го полка под Тюринченом, полковника Майнинга. Добродушный, ласковый. Голоса его не услышишь. Мы прозвали его Божья коровка. Приходим. Позвольте занять под конюшню полка это здание без крыши. Сами уж как-нибудь, а вот лошадей. Даю вам слово, что по первому требованию очистим. И вот, оказывается, не надо кричать, чтобы люди и сами делали дело. Оказывается, что лаской, может быть, еще сильнее толкаешь людей вперед, чем крепким словом, да зуботычной. Но благородный Майнинг, слуга своих солдат, спит вечным сном со своими товарищами и не слышит больше этих похвал. Да вряд ли и при жизни он много их слышал. Аппараты, которыми определяется благородный металл, не у современников, а у потомков. Сегодня ночью у Теллина было покушение. Открыл начальник станции, шедший навстречу поезду. У стрелки он заметил китайца и бросился к нему. Но китаец-силач ударом свалил его с трехсаженной насыпи. Начальник станции лежит больной. Нашли печатное объяснение по-китайски и японски, как взрывать полотно, как обращаться с патронами. Нашли и патрон. Поймали и китайца, высокий, сильный, запыхавшийся от быстрого бега. И вот все покушения в таком роде, с негодными средствами, говорит начальник ремонта, князь Хилков. Эти покушения доказывают только, что население, в общем, страшно миролюбиво настроено. Вы видите все время их тысячи возле дороги, со своими полевыми работами. Их всех восемь миллионов возле полотна дороги. И японцы могли найти всего пять-шесть человек за все время кампании. Положительно. Покушения с негодными средствами. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok